Доброго вам дня, наши дорогие зрители и подписчики! Сегодня мы поговорим о кованых заборах, их видах и разновидностях, а также этапах при монтаже конструкции. Само по себе изготовление кованой изгороди – работа очень сложная. Этим занимаются только опытные мастера, и стоимость изделия достаточно высокая. Как известно, за эксклюзивную ручную работу приходится платить немалые суммы. Кованые ограждения очень прочны и долговечны, не сложны в обслуживании и эксплуатации, выглядят красиво и гармонично. А эксклюзивные кованые изделия, к тому же, уникальны. Изготавливают кованые ограждения из металлического прута, которые после обработки мастером создают уникальную, интересную конструкцию. Кованые ограждения можно разделить на три категории. Это декоративные, которые в первую очередь несут визуальную красоту. Далее идут защитные, основная функция которых – защитить территорию от нежелательного проникновения, и комбинированные, в которых сочетаются красивые элементы дизайна с защитной функцией. Готовые секции кованых заборов соединяются при помощи сварки. Самые недорогие – защитные ограждения. В них используются стандартные сварные секции, на которые при необходимости привариваются некоторые декоративные элементы. Декоративные ограды – процесс дорогой и долгий. Такие заборы делаются по индивидуальному заказу. При изготовлении такого забора создается дизайнерский проект, в котором подробно отрисованы все нюансы элементов декора. В дизайнерских заборах использование готовых штампованных сегментов практически недопустимо. И, наконец, комбинированные заборы, в которых сочетаются дизайнерские изыски с практичными решениями. В таких заборах могут использоваться шаблонные элементы ковки. Для выполнения защитных функций к верхней кромке забора обычно привариваются пики с ажурными элементами. В следующем обзоре я расскажу вам о технологии изготовления элементов художественной ковки. А на сегодня это все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, пока!